атака дрона по тель-авиву вновь породила интерес или точнее усилила интерес к движению хуситов группировки ансара-ла которая базируется в йемене и вот ну и подписчики в общем давно просили рассказать что это вообще за такие люди откуда они взялись и что это вообще за движение и вот сегодня я вам расскажу кто такие хуситы что это за вообще группировка как они зародились и что с ними происходило и вообще как они развивались и превратились вот в нынешних хуситов на протяжении последних там грубо говоря 25 лет и так хуситы многие воспринимали их вот до начала известных событий 7 октября 23 года как таких дикарей в шлепанцах каковыми они внешне в общем и выглядели которые там бегают по пустыне с автоматами калашникова жуют свой наркотик кат и в общем короче говоря занимаются всякими такими террористическими или около террористическими делами но история с судоходством в красном море которые примерно за полгода они парализовали практически в ноль показала что определение дикарей в шлепанцах как-то уже не совсем и соответствует я все время говорю о том что главная проблема это не хуситы это иран который и сделал их тем кем они являются на данный момент но тем не менее имеет смысл вот присмотреться поближе к этому движению кто это вообще такие люди йемен это одна из беднейших стран планеты жизнь там абсолютно ужасная адская как фильмах про безумного макса примерно вот что-то в этом роде треть населения этой страны составляют шииты зейдиты есть такое вот течение в шиизме они будут углубляться чем она там отличается от остальных шиитов или там от суннитов и так далее это в данном случае совершенно неважно но в общем в 90-х годах на севере Йемена потому что преимущественно шииты зейдиты тогда проживали на севере Йемена зародилось вот это движение которое возглавила семья Аль-Хути такой Бадр-Ад-Дин Аль-Хуси точнее прошу прощения Бадр-Ад-Дин Аль-Хуси он стал вот духовным лидером шиитов зейдитов таким признанным авторитетом и дальше люди из этой семьи в общем и управляли этим движением оттуда и пошло вот это вот выражение Хуситы Хуситы это в общем прозвище на самом деле группировка называется Ансар Аллах до грубо говоря начала двухтысячных они больше были такой вот таким как бы это выразится религиозно-образовательным движением требовали для своей провинции автономии занимались там своим просвещением в том смысле в котором они его видят и в котором они его понимают и так далее и тому подобное но постепенно обстановка в Йемене обострялась и в 2004 году произошло восстание в котором приняли участие вот эти самые шииты зейдиты и вот это вот зарождающаяся группировка Ансар Аллах в 2009 году это восстание было подавлено правительственными войсками но Хуситы никуда не исчезли наоборот Хуситы начали укрепляться Хуситы начали активно вооружаться и все это длилось до 2011 года в десятом году между правительством Йемена и вот этой группировкой было подписано соглашение прекращения огня но в одиннадцатом году Хуситы снова начали расширять свое влияние в четырнадцатом году в Йемене разразилась гражданская война к тому времени Хуситы очень сильно окрепли и тогда уже на них обратил свое внимание Иран Иран государство шиитское он управляется шиитами эти тоже шииты вроде там классово духовно-религиозно друг другу близкие Иран к тому времени уже вовсю реализовывал свою вот эту концепцию создания многочисленных прокси сил по всему Ближнему Востоку для того чтобы противодействовать своим противникам Хизбалла в Ливане предназначалась против Израиля группировки там в Ираке против американского присутствия Хуситы идеально подходили для борьбы против стран залива у которых тогда с Ираном был вот такой пик противоречий пик вот как бы противостояния условно Саудовской Аравии Эмиратов и так далее против Ирана был как раз пришелся вот на эти годы и в четырнадцатом году в Йемене разразилась гражданская война тогда Хуситы которые были уже так в общем представляли себя довольно серьезную силу захватили порт Хадейда это единственный порт Йеменский на Красном море действующий захватили приличную часть территории и захватили часть города Сана это столица Йемена там контролировали некоторую часть этого города и постепенно постепенно продвигались правительственные войска против них ничего особо сделать не могли в 2017 году Хуситы убили Али Салиха это был президент Йемена тогда же они по-моему убили и экс-президента который был до Салиха и так далее и в общем объявили о том что они теперь в Йемене власть что вот теперь вот они в Йемене власть и все попытки там как-то с ними договориться и чего-то с ними там порешать ни к чему не приводили в пятнадцатом году Саудовская Аравия решила с Хуситами разобраться потому что иметь под боком вот такое движение Саудиты не хотели и в пятнадцатом году началась операция буря решимости Саудиты создали коалицию в которую вошли десять разных государств человек кстати Пакистан но пакистанские военные насколько я знаю не принимали прямого участия вот в противостоянии с Хуситами они там всякими поставками и логистикой помогали и основную тяжесть войны на себе несла Саудовская Аравия Саудиты вторглись на территорию Йемена с тем чтобы разгромить Хуситов и вернуть так сказать законную власть вот тому правительству которое было до Хуситовка она она в этот момент эвакуировалась в районы близких Саудовской Аравии ничего не получилось Саудовские войска практически сразу увязли в таких тяжелых боях с повстанцами с Хуситами началась там это жуткая партизанщина попытки контролировать эту территорию огромную пустынную гористую там путем расставления там блокпостов укрепленных пунктов не помогали совершенно бомбардировки тоже не помогали более того Хуситы которые обзавелись к тому времени уже и ракетами и беспилотниками не без помощи Ирана естественно с помощью Ирана Иран использовал их Иран фактически воевал их руками с Саудовской Аравии странным образом Саудиты этого не понимали или не знаю понимали но ничего с этим сделать не могли но Иран пальцем о палец не ударив в военном смысле вел с ними вот такую прокси войну это было одно из таких в общем ярких проявлений современной прокси войны и пик этого всего дела был в девятнадцатом году когда Хуситы нанесли удары беспилотниками и ракетами по нефтепромыслам Саудовской Аравии это был город Абкайк там находится крупнейший в мире завод по первичной переработке сырой нефти и по месторождению Хураи там тоже есть заводы все это привело к кратковременному почти вдвое падению добычи Саудовской нефти и на 17 процентов тогда тоже кратковременно но тем не менее подскочили цены на сырую нефть в мире вот такую цену обошлось Саудовской Аравии вот это обошлась вот эта война против хуситов Саудиты наносили удары бесконечные там по территории Йемена по тем районам которые они контролируют имеется ввиду хуситы хуситы в свою очередь обрабатывали близлежащие города Саудовской Аравии и угрожали наносить удары и по Рияду и даже обстреливали Рияд ракетами и по Абудаби по Объединенным Арабским Эмиратам которые тоже были членами этой коалиции и вот так эта бодяга длилась с 15 аж по 21 год когда в 21 году президент Байден объявил о том что США прекращают поддержку этой операции нужно короче договариваться ну в принципе к тому времени уже было понятно что ни черта с этими хуситами сделать нельзя и что нужно с ними каким-то образом там замеряться в результате была достигнута какая-то договоренность прекращение огня Саудиты вывели свои войска из Йемена и в общем на этом эта война не то чтобы прекратилась но скорее затухла потому что инциденты там случаются регулярно взаимные обстрелы периодические нападения там на саудовские патрули и так далее то есть война там в такой более скрытой что ли форме да в более ну меньшей форме что ли в меньшей степени продолжается хуситы неоднократно заявляли о том что их главные враги собственно это не саудиты да а это Соединенные Штаты и Израиль то есть в этом смысле у них никаких идеологических расхождений с Ираном нет абсолютно и их лозунг который у них на знамени прямо написан он звучит примерно так ну не примерно а собственно так и звучит Аллах Акбар там прям строчку написано Аллах Акбар смерть США смерть Израилю проклятие иудеям победа Исламу все короче в одну кучу свалили но тем не менее в 16 году кстати они обстреляли американский эсминец в Красном море и ракетами в ответ на бомбардировки Саны столицы которую они контролировали к тому времени это был эсминец Мейсон он отбился от этой атаки но тем не менее сам факт был после этого они еще предпринимали различные атаки причем довольно изобретательные однажды перехватили начиненные взрывчаткой катера вот такие предвестники вот этих вот надводных беспилотников которая там мчалась по Красному морю к Саудовским нефтяным промыслом к причалам где грузятся танкеры и так далее но вот ее вовремя перехватили уничтожили и в общем хуситы постоянно там всех беспокоили хотя к 21-22 году это все плюс-минус затихло столкновения Саудовской Аравии стали гораздо меньше гораздо менее драматичными и в общем и целом Йемен превратился в то чем он является сейчас по сути дела там есть пять Йеменов разных один контролируют хуситы один контролируют саудиты через своих прокси один контролируют эмираты через своих прокси один контролируют правительственные войска и в центре Йемена есть некая такая область которую контролирует исламское государство в том числе то есть там просто вообще полный в стране ужас и швах там жуткий голод абсолютно царит больше 30 миллионов человек живут в условиях постоянного голода единственные ворота в страну через которые поступает продовольствие по программам ООН кстати это порт Хадейда контролируют его хуситы соответственно они контролируют распределение этой гуманитарной помощи ситуация для них абсолютно идеальна Айран все это время продолжал накачивать их оружием вот наращивая их военный потенциал и постепенно из действительно дикарей в шлепанцах хуситы превратились в неплохо организованное неплохо организованную военную силу обладающую довольно широкой линейкой всяких всякого тяжелого оружия включая баллистические ракеты крылатые ракеты противокорабельные ракеты беспилотники там различных видов типов и модификаций все это они взяли из Ирана они конечно постоянно рассказывают о том что это они придумали вот все эти ракеты у себя они их производят все это полная ерунда кроме наркотика кат они там у себя ничего не производят они даже говорили о том что они разработали гиперзвуковую ракету и уже успешно ее применяют и все это неправда абсолютно все оборужение ну кроме наверное стрелкового там всякого такого они получают из Ирана и вот приключилось 7 октября 2023 года и к середине октября хуситы значит решили активно в этом деле поучаствовать и заявили о том что теперь они будут перехватывать все корабли которые идут в израильский порт Эйлад это порт на Красном море соответственно для того чтобы туда пройти скажем из Индийского океана там нужно зайти в Красное море через Баб-Эль-Мандепский пролив а его восточное побережье контролируют хуситы соответственно это очень узкое место несколько десятков километров насквозь простреливается ракетами и соответственно хуситы приступили к атакам на корабли которые идут в порт Эйлад но им по всей видимости это дело очень понравилось и от атак на якобы израильские корабли а различить в море чей корабль идет невозможно я вам об этом уже рассказывал современное судоходство современный фрахт это очень сложная штука греческий танкер под либерийским флагом везет груз из России в Китай например или в Индию судно находится в аренде там у какой-нибудь не знаю там сингапурской компании часть акции которой принадлежит британской компании частью акции которой владеет какой-нибудь израильский бизнесмен у которого три гражданства вот вот имеет это отношение это судно отношение к Израилю или нет очень как бы сложно определить тем не менее начали атаковать произвели огромное количество нападений потопили уже несколько кораблей вот сейчас там поврежден танкер Чаос Лайн называется который оставляя гигантский нефтяной след там ползет к берегу а нефтяное пятно подходит берегам Египта я вам об этом тоже рассказывал и все попытки хуситов урезонить ни к чему не привели параллельно с этим они вели обстрелы израильских южных вот рубежей обстреливали эйлат ракетами беспилотниками но практически все они были перехвачены тогда же произошел первый в мире перехват боевой перехват баллистической ракеты летящей за атмосферном пространстве то есть по сути в космосе осуществил его израильский комплекс хэтс 3 долгое время не долгое время но приличное время мировое сообщество с некоторым недоумением взирало на все эти действия хуситов сначала видимо не воспринимая их всерьез но когда большая часть страховых компаний отказалась страховать корабли когда судоходные компании начали направлять корабли не через красное море а в обход африки по тому пути по которому они ходили когда-то там до появления суэцкого канала стало понятно что это все очень плохо это надо сразу стало влиять на цены перевозок на цены товаров на скорость доставки товаров там и так далее там подобное была создана коалиция американо-британская которая там попыталась чего-то там такое делать сначала они пытались защищать корабли сбивая крылатые ракеты и беспилотники которые хуситы направляли несколько раз хуситы обстреливали и боевые корабли тоже но каждый раз им удавалось отбиться параллельно хуситы занимались такими откровенными приписками и фуфлом сообщая о поражении то авианосца изенхауэр то какого-то американского эсминца то еще что-то они там делали и так далее и тому подобное но тем не менее на торговое судоходство их влияние оказалось более чем серьезным вот сейчас израильский порт эйлат объявила объявляет о своем банкротстве это катастрофическая абсолютной ситуации там была сна вторая коалица уже европейская там германия испания италия франция отправили туда свои боевые корабли но тоже ничего особо сделать не могли американцы с британцами периодически там бомбили какие-то объекты в той же сани бомбили их там в на территории емена но в общем и целом это ни на что не влияло территория огромная территория пустынная укрыть там ракетные установки не проблема какую-то обнаружили уничтожили 10 других не обнаружили поэтому пуски ракет продолжаются и по сей день и в результате хуситы полностью парализовали практически судоходство через красное море досталось как бы и естественным союзникам хуситов той же россии потому что несколько раз атаковали корабли с российскими грузами еще раз говорю они там особо никого не отличают идет корабль в море все вперед огонь там яла пускаем ракету а там разберемся значит кто это такие в результате дикари в шлепанцах обладающие современными баллистическими противокорабельными корабельными ракетами оказались силой которая повлияла на жизнь всей планеты потому что одна из важнейших судоходных артерий мира через которую шло порядка семнадцати процентов или там восемнадцати всех контейнерах перевозок планеты оказалось заблокированы и затрамбированы и в результате значит пришлось возить это все дело в обход был причинен довольно серьезный ущерб судоходству в плане там поражения кораблей с несколько кораблей затонули есть угроза там разлива нефти и так далее это и будут экологические последствия и все это вместе заставляет присмотреться к хуситам более чем серьезно но я повторю свою мысль еще раз проблема не в хуситах если бы иран не взял их под свое покровительство ничего бы они особо не сделали воевали бы там друг с другом воевали бы с правительственными силами там воевали бы еще с кем-то но уж устроить вот такой коллапс одной из главных транспортных артерий планеты они бы точно не смогли и если не решать проблему с ираном то подобных вот хуситов до условных будет появляться все больше и больше и больше и в конце концов все равно дело придется иметь с ними со всеми и кстати на примере хуситов очень хорошо прослеживается как вот эти вот национально-религиозные движения перерождаются в террористические когда у них появляется вот какой-то такой серьезный спонсор что называется спасибо что смотрите мои видео не забывайте его пожалуйста поддержать их пожалуйста поддержать и увидимся с вами в ближайшее время поговорим как я обещал об израильском боевом лазере световой щит всем пока